Друзья, всем привет! Это Саша и Карина и наш канал Доминикана.pro, где мы рассказываем о Доминикане, об отелях, о погоде и обо всем, что может быть интересно. Если вы на нашем канале впервые, пожалуйста, подпишитесь и поставьте колокольчик. Сегодня мы будем рассказывать об отеле Милия Кариба Бич. Раньше он назывался Милия Кариба Тропикаль, но недавно прошел реновацию и теперь он называется просто Милия Кариба Бич. И здесь всего лишь один рецепшн. Он находится на одной территории с такими отелями, как Милия Сёркл и с таким отелем, как Парадисус Пальмариаль. Да, здесь же Резёрк, здесь же Левел. В общем, будем смотреть, узнавать и делиться с вами нашими впечатлениями. Поехали! Друзья, не делайте так. Отель сейчас называется Милия Кариба Бич. Раньше он был разделен на два отеля. Милия Кариба и Милия Тропикаль. Заселение в отеле Милия Кариба Бич стандартное. Заселяться вы можете в любое время, но номер вы получите только в 3 часа дня. Очень приятный момент, что здесь нужно заполнить всего лишь одну вот такую бумажку, в отличие от других отелей, где нужно заполнять по одной бумажке на каждого человека. Здесь одна заполняется сразу на троих. Мы здесь расписываемся о том, что у нас нет никаких симптомов, сами знаете чего. И также мы расписываемся здесь о том, что мы получили три карточки на полотенце. Здесь также написано, что штраф составляет 30 долларов за утерю карточки, поэтому лучше их все-таки не терять. Нам дали вот такой конвертик. Здесь написан пароль и логин для доступа к Wi-Fi. Представляю наш номер комнаты будущей, так что мы уже можем сделать, например, резерв ресторана а-ля карт на вечер. И также здесь есть QR-код, по которому можно скачать приложение отеля для того, чтобы не потеряться. Отель соблюдает все противоэпидемиологические меры, в том числе здесь есть вот такие вот камеры, которые отслеживают в режиме реального времени температуру. Если у вас повышенная температура, могут попросить сделать дополнительно еще один тест. Ну что, традиционно первым нас в отеле встречает ресепшн. На первый взгляд может показаться, что вот эта вот зона ресепшна достаточно компактная. Однако, если потом оглядеться, мы увидим, что аж вот туда продолжается она. Там есть диванчики, в которых можно посидеть спокойно, либо подождать заселение, либо подождать ваш экскурсионный автобус. Давайте пойдем посмотрим, что у нас в лобби-баре нас ждет. Честно говоря, я впервые в этом отеле. И сделав всего лишь, наверное, в целом около 100 шагов в нем, я уже столкнулась с какими-то маленькими озерами, фонтанами, какими-то мини-водопад. Итак, все, что есть на вот этой вот пирамиде по центру бара, это включено в стоимость. И есть вот там вот загадочная вот такая полочка с более премиальным алкоголем. Это уже продается по бутылкам. Я предлагаю нам с вами оглянуться и посмотреть на вот эту территорию лобби. Стоят вот такие вот кровати. Я впервые вижу в лобби место, где можно полежать. Хочу дать еще раз свой стандартный совет, который относится к барам в любом отеле. Если вы хотите коктейль с каким-то определенным алкоголем, допустим, если вы хотите виски-колу, но вот с Джек Дэниелсом, тогда вам стоит подойти на бар и сказать «Джек Дэниелс и кола». Тогда вам нальют именно тот виски, который вы хотите. Очень часто у барменов есть еще свои бутылочки вот там под прилавком, какого-то более экономного, скажем так, и простого варианта. И если вы не уточняете, с каким алкоголем вы хотите ваш виски-колу, то вам могут налить какой угодно виски, какой-нибудь попроще. В общем, только что вам рассказала про Джек Дэниелс и заказала Джек Дэниелс с Кока-Колой. Видите, там потому что стоит очень много бутылок Джек Дэниелс, и я подумала, ну что-что, Джек Дэниелс-то здесь точно есть, правильно? Но, видимо, это больше декоративные бутылки стоят, потому что из виски доступным оказался вот джимбин. Ну, виски-бурбон, не знаю, как правильно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...